В 2019 году я впервые отправилась в Азию. Этот видеодневник исключительно для меня. Я просто хочу запомнить эту великолепную поездку. И, кстати, еда на длительных перелетах с Финейр просто отменная. В новых местах я стараюсь встречаться со своими местными друзьями, чтобы они поводили меня по потаённым местам. Это Фунг, муж моей подруги Кавай. В мой первый вечер в Гонконге он повёл меня в Икеа. Первое место, куда я приехала в Гонконге, это, конечно же, Икеа. На самом деле, случайно моему другу нужно кое-что купить. И самое смешное, он мне рассказал, что сюда приходят люди просто посидеть. Потому что в Гонконге настолько негде сеть, мало места в кафе, что люди иногда просто приходят сюда посидеть. Это так смешно выглядит. Они просто сидят здесь, потому что нет других мест? Но вообще здесь продаётся всё то же самое, что и у нас. Смокли Мультики. Давайте снимать. Это за мной. Найс. Это подсеркные. Аааа. Да, потому что Данил Ланин тоже есть магазин здесь. Я не помню, где... Ааа. Это моя подруга Кавай, вы могли видеть наши совместные видео у меня на канале Привет, сегодня я с моей подругой Кавай Привет, она из Гонконга Я чувствую, как баба Клауа спрятывает даже немножко Ну, ты не должен знать, кто это Я очень хотела отведать местные кухни и попробовать китайскую еду И мои друзья решили отвезти меня в японский ресторан После ужина мы отправились в огромный универмаг, где было много разной выпечки Мы купили все, что нужно и отправились домой дегустировать В первый день Гонконг встретил меня ливнем И я отправилась изучать современное искусство Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому По дороге мы постоянно останавливались чем-то перекусить Субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует... Продолжение следует... Энди уже много лет рисует карты и знает город как свои пять пальцев, поэтому он водил меня по самым секретным местам. Хорошо, что я сегодня в тапках. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Именно поэтому я всегда твержу о том, как важно иметь своих людей в разных городах. Ведь нет ничего прекраснее, чем разделить свои сухие китайские макароны с новым другом. Продолжение следует... Ребята, я вообще не умею пользоваться палочками, но жизнь заставила научиться. Покататься на знаменитом маршруте гонконгского трамвая — обязательная часть посещения города. По дороге Энди обучил меня азам гонконгской кухни. Продолжение следует... 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 А этот дом выкупил какой-то австралиец и сделал из него парикмахерскую, вот в таком вот стильном виде. В тот день мы очень промокли, поэтому послеобеденный чай в теплой сухой кофейне со сладкой булочкой был в самый раз. Энди показал мне свои карты и подарил несколько штук. Оставлю вам его инстаграм, чтобы вы могли детально рассмотреть его работы. Мне очень понравился этот стиль. Я не знаю, что это дороже. Ну, я попробую. Напоследок мы зашли посетить небольшую экспозицию, посвященную люминесцентным вывеском, которыми раньше был заполнен Гонконг. Сейчас в городе стало гораздо меньше и от этого город выглядит визуально чище. На следующее утро Кавай и Фунг решили отвезти меня позавтракать в одно из их любимых мест. Ребята, я до сих пор не верю, что я в Гонконге, что я на такси езжу по Гонконгу. Это вообще как? Я как китайский турист сама здесь. Мне до сих пор непривычно, что здесь на завтрак едят лапшу, мясо или суп, но я, как всегда, по-европейски ограничилась кашей. Позже мы встретились с Фунгом и он отвез меня в другую часть города. Я впервые была в городе с таким количеством высоток и, надо сказать, на второй-третий день я даже привыкла к этому. Это не так плохо, как кажется. Кажется, что это мерзко, но на самом деле, это мерзко. Странный чай, конечно, но так интересно. Ну вот, ни одна яна будет покатываться. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ребята, знаете, какой большой плюс ходить с кем-то путешествовать в том, что если ты не голоден, но все равно хочешь попробовать все местные ништяки, то ты можешь всегда попросить, ну, всегда друг, если друг может купить что-то, ты можешь попробовать у него, мне кажется, это большой плюс Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Теперь мы отправились посмотреть на знаменитый Старбакс Дима Торзок Это одна из достопримечательностей Гонконга Дима Торзок Дима Торзок Затем Энди привел меня в Мишленовский ресторан Здесь была очень вкусная еда, но сначала посмотрите, как Энди готовит посуду перед приемом пищи Честно говоря, я видела такое впервые Очень интересно Дима Торзок Возвращаемся обратно в нашу часть города Дима Торзок Мне нравится, что здесь туалеты очень красиво оформлены И в некоторых есть даже краник для того, чтобы питьевой воды себе набрать Мне кажется, это здорово В такие туалеты приятно ходить Смотрите, они даже посадили здесь какие-то растения вокруг Тот день мы завершили прогулкой по парку Следующим утром я была предоставлена сама себе Поэтому я решила отправиться позавтракать в город И, как всегда, сделать свои заметки Я здесь подсела на банановый пирог И на все, что все равно у себя на чай и мачи Вкусно? Гонконг хорош тем, что в одиночку здесь очень сложно потеряться Город довольно-таки логично устроен И ты очень быстро начинаешь в нем ориентироваться После нескольких насыщенных дней в компании моих друзей Мне очень хотелось остаться одной Чтобы переварить всю информацию, которая на меня свалилась Чтобы просто найти свою атмосферу в этом городе Свободно бродить, не подчиняясь никаким планам И находить новые интересные, уютные, красивые, удивляющие меня места Мне кажется, в каждой поездке важно прочувствовать город по-своему Потому что одно и то же место может восприниматься разными людьми абсолютно по-разному И, соответственно, давать разные смыслы Я ищу вьетнамский ресторан У него тоже есть Мишленовская звезда Что интересно, подобные места здесь подают еду по абсолютно доступным ценам И конкретно сюда очень часто ходят местные офисные работники на обед Стоя в очереди, сразу выбираешь блюдо из меню Кстати, как турист из Европы, я абсолютно спокойно и безопасно чувствовала себя одна во всех местах Мне кажется, Гунг-Гунг просто идеально предназначен для соло-путешествий Я уже очень давно себе искала сумку новую, вот такую вот, тряпичную И нашла ее в Мудже Она очень даже недорого стоила По-моему, где-то 20 гонконгских долларов Так что я теперь буду вот с такой сумкой ходить Она мне будет все время напоминать про мою поездку Мне кажется, Гунг-Конг это один из самых зеленых городов, где я бывала Потому что здесь везде, в парке, какие-то искусственные леса И все бы ничего, если бы за всеми этими лесами не было бы каменных джунглей Это на самом деле очень странное такое чувство Когда ты вроде бы далеко от города, но на самом деле среди высоток И по правде говоря, здесь воздух очень загрязнен шумом Как бы это странно ни звучало, но так называемый sound pollution Огромная проблема в Гонконге, на мой взгляд Потому что здесь тика не бывает И вот это, наверное, как раз таки то, что абсолютно не позволяет как-то успокоиться в этом городе Потому что везде шум, везде беготня, везде кто-то что-то делает, кто-то куда-то бежит И все это очень хорошо слышно Вечером я еле-еле успела домой до грозы Где меня ждал Фунг, чтобы вместе отправиться на ужин Мы выбрали место, куда Фунг часто ходит с Кавайом или со своими друзьями Еда была очень вкусная Ребята, смотрите, я нашла космополитен гонконгский И он очень красиво сделан Мне очень нравится, как у них верстка сделана здесь Такой стиль классный Следующее утро мы с Кавайи провели на вершине города Кавайи ждет свою еду У нас вот такой вид сегодня Ребята, очень странная вещь Но после недели в Гонконге я больше не могу есть вилкой Для меня это реально очень странно Есть вилкой Я настолько привыкла к палочкам Я вообще не умею пользоваться палочками И мне так нравится есть палочками Что, не знаю, мне, похоже, домой придется палочки купить Теперь и дома все так есть И на работе, и вообще везде Всегда Обычно в этом месте все идут смотреть на вид на город вот с той смотровой площадки Но мы необычные люди, мы так делать не будем У нас есть вариант гораздо интереснее Я точно как гонконистка выгляжу сейчас Такое слово есть вообще, гонконистка? Я не знаю Да, спасибо И вы просите И она выросла Но и она на защиту А везде 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 У меня тоже есть такой же. После прогулки и обеда мы пошли на встречу с подругой Кавайи Мо. Я тоже знаю Мо. Она приезжала в Мальме, когда мы с Кавайи вместе там учились, так что я была очень рада встрече. На улице шел ливень, поэтому мы остались в торговом центре и пошли изучать книжный магазин. Мне кажется, сюда очень интересно посмотреть на книжный магазин в новой стране. И здесь я, конечно, не понимаю ничего на их языке, но очень, по крайней мере, красивые обложки оформления и дизайна. На ужин мы отправились в итальянский ресторан. Было очень приятно вернуться ненадолго домой, хотя бы в форме посещения европейского ресторана. Новый день, новые приключения. Мы с Кавайи чуть не опоздали на паром, который привезет нас на встречу к ее родителям. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На этот раз нас застал не просто дождь, а настоящая гроза, поэтому пришлось спасаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сначала мы спрятались в кафе и отправились пить горячий чай с пирожным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, я сейчас пришла в такой очень интересный магазин, тема которого это защита моря и океана от мусора. И здесь собраны самые разные вещи, сделанные из мусора, которые собрали в морях, в океанах, в воде. В том числе есть брошюры о том, как сохранить чистоту в воде. Мне кажется, очень классный магазин. Вместо того, чтобы делать типичный zero waste магазин, они сделали вот такой вот. Своим примером показывают, как можно по чуть-чуть решать проблему мусора. Кстати, может быть, кто-то помнит, эти два магнита весь год висели в моей квартире в Стокгольме. После магазина мы дошли до залива и вернулись обратно в город, потому что семейные мероприятия на этот день еще не закончились. Теперь меня ждала встреча с родителями и родственниками Фунго в шикарном ресторане. В общем, как вы поняли, в Гонконге я только и ела целыми ями. В последний день мы решили сфотографироваться с ребятами. Подготовка к процессу заняла некоторое время. Вот у нас материалы Frost. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Так закончилась моя поездка в Гонконг и мне уже не терпится туда вернуться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!